Ислам. Большинство мусульман, 85-90%, составляют сунниты, остальные – шииты, и бадиты. Также направления делятся на масхабы. Основатель ислама – пророк Мухаммед, 570-632. Священная книга, Коран. Второй важнейший источник исламского вероучения и права – сунна, представляющая совокупность преданий, хадис, об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Язык богослужения – арабский. Приверженцев ислама называют мусульманами. История. Возникновение. Ислам возник в начале VII века в Западной Аравии, в Мекке, где господствовало язычество. Каждое племя имело своих богов, идолы которых находились в Мекке. Этот период характеризуется постепенным разрушением патриархального родоплеменного строя и возникновением классового общества. Вместе с христианством и иудаизмом он относится к так называемым «авраамическим религиям» – ревелятивной, богооткровенной «традиции». Авраамические религии своими корнями восходят к древнейшим формам ближневосточного монотеизма, в результате чего имеют общее в своей основе историко-мифологическое наследие и единую в принципе картину мира. Влияние христианства и иудаизма на раннем этапе формирования исламского вероучения несколько преувеличивается. Непосредственное влияние христианского и иудейского богословия может быть прослежено на рубеже VII-VIII веков, когда происходил процесс формирования проблемного поля исламского богословия, и мусульманским теологам пришлось отвечать на те же вопросы, которые возникали у их христианских и иудейских предшественников. Начиная с ранних этапов развития ислама прослеживается осознание исходного единства авраамического монотеизма, выраженное в проповедях пророка Мухаммеда. Основной идеей его проповедей было очищение истинной единобожия, таухид, от искажений, внесенных иудеями, христианами и многобожниками. В раннем и классическом исламе никогда не было четкой грани, разделяющей религию и право, в результате чего теоретически богословским вопросам уделялось меньше внимания, чем политико-правовым. Непосредственным предшественником ислама на Аравийском полуострове является автохтонный аравийский монотеизм, ханифия, корни которого возводятся к пророку Ибрахиму, Аврааму. Согласно складывающейся в настоящее время концепции, в доисламской Аравии существовали, вероятно, две относительно независимые арабские монотеистические традиции, рахманизм, в Йемене и имамы имел лет, Дин Ибрахим на северо-западе и западе Аравийского полуострова. В начале VII века обе эти традиции, по-видимому, слились, в результате чего появилось то, что было названо исследователями, аравийским пророческим движением. Рахманизская традиция, по-видимому, зародившаяся несколько позднее, чем северная авраамическая традиция, дала в VII веке, как минимум, двух монотеистических пророков, а-ля свада в Йемене и Мусайлиму в имамы. Всего в эпоху Мухаммеда в Аравии действовало не менее пяти других аравийских пророков. Противники Мухаммеда не видели существенных различий между ним и другими пророками, и поэтами, шаир, имевшими некоторое сакральное значение. Однако в идейном и политическом плане Мухаммед был личностью исключительной, что стало одной из важнейших причин успеха ислама. Мухаммед был одним из активных мекканских ханифов. Он родился в Мекке, происходил из племени курайшитов, был пастухом, занимался караванной торговлей. В 610 году, в возрасте 40 лет, объявил себя посланником, Расуль, и пророком, Наби, единого Бога, Аллаха, и начал проповедовать в Мекке новую монотеистическую религию, названную им исламом. В своих проповедях Мухаммед призывал к вере в единого Бога, говорил о братстве верующих и соблюдении простых норм морали. Однако идеи Мухаммеда не встретили широкой поддержки у мекканской знати, которая отнеслась к нему враждебно. В 622 году Мухаммед вместе с немногочисленными приверженцами бежал от преследований многобожников из Мекки в Медину. В Медине Мухаммед сплотил вокруг себя арабское население города и создал первую мусульманскую общину – Ума. В течение восьми лет между мединскими мусульманами и мекканскими многобожниками шла ожесточенная борьба – газоват, носившая ярко выраженную религиозную окраску. Учение Мухаммеда, осуждавшего ростовщичество и неравенство среди людей, способствовало росту популярности и быстрому распространению ислама. После завоевания мусульманами Мекки в 630 году ислам стал общарабской религией, а Мекка превратилась в центр ислама. Быстрая исламизация региона способствовали распад КВ – началу VII веков древних государств Набатии, Химьяра, Сабы, Пальмиры, царств Лахмидов, Гассанидов и Кендитов. После смерти Мухаммеда образовалось теократическое государство – халифат. В руках халифов сосредоточилась вся полнота светской и духовной власти. Первыми халифами были Абу Бакр, Умар, Усман и Али. После них халифатам правило династия Амеедов – 661-750, и аббасидов – 750-258. Завоевательные войны, которые вело первое исламское государство в 7-8 веках, привели к распространению ислама в странах Передней и Средней Азии, Северной Африки, части Индии и Закавказья. Через Турцию ислам также проник и на Балканский полуостров. С точки зрения исламского богословия, первыми мусульманами были первые люди Адама и Хавва – Ева. К исламским пророкам относят Нуха, Ноя, Ибрахима, Авраама, Давуда, Давида, Мусу, Моисея, Ису, Иисуса, и других. Поэтому мусульмане считают пророка Мухаммеда не основателем ислама, а лишь последним пророком – печатью пророков, восстановившим истинную веру. Мусульмане называют иудеев и христиан – людьми Писания. Библейские истории о пророках, о сотворении мира и человека, о всемирном потопе и т.д. в немного трансформированном виде отражены в Коране. Основы религии В основе мусульманского культа лежат пять главных культовых обязанностей – аркан-ад-дин, сформулированных еще при жизни пророка Мухаммеда, исповедание веры, шахада, молитва, араб. Салят, перс. Намаз, пост в месяц, рамадан, араб. Саум, перс. Ураза, милостыня, закят, в размере 2,5% от дохода, и паломничество в Мекку, хадж. Некоторые богословы к пяти, столпам ислама, добавляют еще одну обязанность – в мусульманскому. Джихад, араб. Усилие – борьба за веру, выражающуюся в рвении, усердной деятельности по распространению ислама. В IX веке в исламской догматике утвердилось понимание пяти форм джихада – духовный джихад, внутреннее самосовершенствование на пути к Богу, джихад меча, вооруженная борьба с неверующими, джихад сердца, борьба со своими страстями, джихад языка, повеление одобряемого и запрещение порицаемого, джихад руки, дисциплинарные меры в отношении преступников. В настоящее время вооруженный вид джихада используется террористическими и экстремистскими группировками мусульман как идеологическое обоснование своей деятельности. Свидетельство веры Исповедание веры – шахада – это признание единства Бога и пророческой миссии Мухаммеда. Произнесение сакральной формулы шахады – свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха, араб. Ашхаду ан ля иля хаил ля ллаху, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулюллах, должно сопровождаться пониманием ее смысла и искренней убежденностью в ее истинности. Чтобы стать мусульманином, достаточно с верой в сердце-вслух произнести формулу шахады. Шахаду следует произносить при рождении ребенка и перед кончиной, во время обязательной ежедневной молитвы и в нее. Молитва Ритуальная молитва совершается в конкретное время, по установленному ритуалу. Обязательная молитва совершается пять раз в день – утром, фаджр, днем – зухр, в предвечернее время – аср, вечером – магриб, и ночью – иша. Перед совершением намаза мусульманин должен совершить ритуальное омовение водой, вуду, или чистой землей – таяммум. Молитвы совершают в закрытой одежде, обращаясь лицом к Мекке, Кибла. Каждую пятницу мусульмане посещают главные мечети для совершения особой совместной полуденной молитвы – джума-намаз. Пятничное богослужение сопровождается проповедью, обычно морального, социального или политического содержания. Кроме обязательных молитв, в исламе имеется целый ряд необязательных молитв, совершаемых во время праздников, похорон, жизненных трудностей, после совершения омовения и перед входом в мечеть. Средоточием религиозной жизни в исламе служит мечеть. В первые века существования ислама мечеть выполняла функции центрокультурной и общественно-политической жизни мусульманской общины, совмещая функции молельного дома, религиозной школы, гостиницы, кафедры для обращения властей к народу, зала заседаний шариатского суда. Постепенно мечеть лишилась светских, политических и юридических функций. В мусульманской традиции отсутствует обряд освящения здания мечети, но сакральный характер ее пространства подчеркивает ритуал очищения верующих перед посещением мечети. Пост. Во время поста в девятый месяц мусульманского календаря Рамадан, постящимся мусульманам с рассвета до заката солнца следует воздерживаться от любой пищи, питья, курения и иных чувственных наслаждений, включая супружескую близость. Постящимся желательно поесть за несколько минут до рассвета, сухур, и сразу же после захода солнца, ифта. От поста освобождаются несовершеннолетние, больные, престарелые, беременные и кормящие женщины, путники и другие категории мусульман. Священный характер месяца связан с тем, что в ночь 27 Рамадана, ля-элят-аль-кадр, началось не с послания Корана пророку Мухаммеду. Целью соблюдения поста является способствование пробуждению в мусульмане недуховных начал и способности к физическому самоограничению. Кроме общеобязательного поста в месяц Рамадан, в исламе имеются различные индивидуальные посты, по обету, назар, во искупление грехов, кафара, или из благочестия. Милостыня Обязательная милостыня, закят, выплачивается ежегодно в пользу бедняков, неимущих, должников, путников и других нуждающихся. Размеры обложения разработаны в шариате и составляют одну сороковую часть годового дохода для тех, кто имеет необходимую сумму, не сап. Закят взымается с любого имущества и плодов земледелия, не предназначенных для удовлетворения личных нужд или ведения хозяйства. Ежегодно до наступления праздника Ураза Байрам каждый мусульманин обязан выплатить закят Аль-Фитр. Помимо обязательной милостыни, ислам поощряет и добровольное пожертвование – садака. Паломничество Паломничество в Мекку совершается хотя бы один раз в жизни, если позволяют физические и материальные возможности. Паломничество совершается между 7 и 10 днями 12 месяца Зуэл Мягкий знак Хиджа. Оно состоит из посещения заповедной мечети, холмов Ас-Сафа и Аль-Марва и других священных мест Мекки, а также выполнений различных очистительных обрядов. В число рекомендуемых, но необязательных действий входит посещение могилы пророка Мухаммеда в Медине. Совершивший хадж получает почетное звание хаджи и пользуется в мусульманском обществе особым уважением. Наряду с коллективным хаджем рекомендуется индивидуальное паломничество – умра, которое можно совершить в любое время года. Вероучение В исламе отсутствует такой институт, как церковь, и догматика, подобная той, что есть в христианстве. Основные положения вероучения ислама изложены в Коране и Сунне пророка Мухаммеда. С точки зрения мусульман, они представляют собой разные виды откровения, исходящие от Бога, богоизреченное, и принадлежащие самому пророку, боговдохновенное. В сунизме сложилось своего рода каноническое вероучение, которое состоит из следующих принципов – вера в единого Бога, ангелов, писания, пророков, судный день и предопределения. Кораническая картина мира теоцентрична и, в определенном смысле, антропоцентрична. Исламская антропология, в отличие от христианской, не придает особого значения первородному греху, утверждая, что Бог простил Адаму и Еве их грех, что снимает необходимость в искупительном самопожертвовании Иисуса Христа. Бог. По Корану, Бог, Аллах, единый и всемогущий Творец всего сущего, не имеющий конкретного образа и являющийся в Исламе единственным объектом поклонения. Бог является всеведущим и вездесущим, абсолютным владыкой мира. Милостивый и милосердный владыка непрестанно промышляет о своих творениях и постоянно опекает их, а с непокорными, неверующими, грешниками. Он грозен и суров. Каждая вещь свидетельствует о его абсолютном единстве, премудрости и совершенстве. Ислам настаивает на строгом единобожии – таухит. Вера в единственность Бога и покорность ему являются основой веры. Поклонение кому-либо еще – ширк – является величайшим грехом. Ислам претендует на большую строгость и последовательность в проведении унитарного принципа, чем иудаизм и христианство. Ислам полностью отвергает такие христианские догматы, как Троица и Бововоплощение, видя в них отступление от истинного монотеизма. Из опасения перед идолопоклонством, Ислам запрещает изображать не только Бога, но также людей и животных. Ангелы Ангелы – Малайка, созданные из света существа, беспрекословно выполняющие волю Бога. Самые известные ангелы – Джибриль, Гавриил, хранит и несет пророкам божественное откровение, Микаил, Михаил, печется о пропитании всех творений. Исрафил возвещает о наступлении судного дня и воскресении из мертвых, и ангел смерти – Азраил, изымает души умерших. Раем ведает ангел Редван, Адам – ангел Малик. Считается, что каждому человеку приставлены ангелы-хранители и два ангела, записывающих все его поступки в книгу, которую он получит в судный день. Мир духов, помимо ангелов, составляют джинны и демоны, шайтан, главный из которых падший джинн Иблис, сатана, дьявол. Иблис отказался преклониться перед созданным Богом Адамом, за что Бог проклял его, но дал ему власть искушать людей до судного дня. Священные Писания Божественное откровение пророкам обычно получает форму писаний. Ислам признает в качестве священных писаний Таурат, Тора, ниспосланный пророку Мусе, Моисею, Забур, Псалтырь, Давуду, Давиду, Инджель, Евангелие, Иси, Иисусу Христу, Сухуф, Свитки, ниспосланный нескольким пророкам, Коран, ниспосланный пророку Мухаммеду. С точки зрения Ислама, оригиналы Таурата, Забура и Инджеля не сохранились. Мусульмане считают, что даруванные иудеям и христианам писания были искажены, Тахриф, только оберегаемый Богом Коран сохранился в том виде, в котором он был неспослан на землю. Существующие Тора, Псалтыри и Евангелие не относятся к священному писанию в Исламе. По учению Ислама, после ниспослания Корана религиозные положения, которые содержались в Таурате, Забуре и Инджеле, были Аллахом отменены. Таурат, священное писание, ниспосланное Аллахом пророку Мусе. Таурат упоминается в Коране почти всегда вместе с Инджелем. Согласно Исламу, раввины и книжники запомнили только часть священной книги, исказили Таурат и приписали ему несуществующие запреты. В спорах пророка Мухаммеда с иудеями, Таурат как бы привлекается свидетелем в пользу пророка. Цитаты из Таурата в Коране иногда почти совпадают, иногда отдаленно напоминают псалмы, Забур. Исламское предание сообщает о том, что оригинал Таурата был сожжен и утерян во время завоевания Иерусалима Навуходоносором-2. Оставшиеся отдельные повествования перемешались с иудейской народной традицией и, спустя много веков, были собраны в единую книгу. Эту книгу мусульмане не считают оригиналом Таурата, принесенного пророком Мусей. Забур – араб, священное писание, ниспосланное исламскому пророку Давуду – Давид. В исламе Забур считается вторым после Таурата и самым маленьким по объему писаниям, неспосланным Аллахом. Большинство исламских богословов считают Забуром псалты. Пророк Давуд руководствовался шариатом Мусы, а Забур был призван еще более укрепить шариат Мусы. Стихи, псалмы, Забура были неспосланы в поэтическом стиле. Инджиль – араб, священное писание, неспосланное исламскому пророку Иси – Иисусу. Согласно Корану, Инджиль был неспослан для подтверждения истинности Таурата. Первоначально Инджиль существовал лишь в устной традиции и лишь спустя несколько десятилетий после Исы появились первые его записи. Дошедшие до нашего времени тексты Евангелия лишь частично отражают смыслы первоначального Инджиля, являясь только пересказами некоторых деяний пророка Иса со стороны отдельных людей. Согласно исламскому преданию, Аллах неспослал сто свитков, сухуф, 21 из которых было неспослана Адаму, 29 – Шису, Сифу, 30 – Идрису, Еноху, и по десяти – Ибрахиму, Аврааму, и Мусе, Моисею, Коран, Араб, Атарабск, Краа, чтение вслух, назидание, главная священная книга мусульман. Коран считается несотворенным и вечным словом Божьим, который в течение 22 лет по частям был передан пророку Мухаммеду через ангела Джабреля. При жизни Мухаммеда содержание Корана передавалось по памяти. После его смерти, по приказу праведного халифа Усмана был составлен и разослан в разные концы халифата письменный текст, Мусхав, Корана, объявленный каноническим. Текст Корана делится на 114 глав, сура, имеющими различное количество стихов, аят, от 3 до 286. По разным вариантам счета в Коране от 6204 до 6236 аятов. Порядок расположения сур происходит не по содержанию и не по времени их появления. Особо почитается первая сура, Аль-Фатиха, которая часто произносится верующими в качестве молитвы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой. Все суры Корана, кроме девятой, начинаются со слов, во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Священным является текст Корана только на арабском языке, а его переводы, по мнению мусульман, не могут передать истинный смысл. Пророки. Одно из центральных положений исламской догматики составляет учение о божественном откровении через пророков. Бог шлет людям посланников, открывает через них свои таинства и волю, направляя на истинный путь, который ведет к спасению в раю. Пророки делятся на две категории – пророки, Наби, и посланники – Расуль. В Коране встречаются имена 25 пророков, среди которых Адам, Муса, Моисей, Нух, Ной, Иса, Иисус Христос, и Дере. Согласно одному из преданий, всего на землю было послано 124 тысячи пророков, Наби, 300 из которых посланники – Расуль. Каждый пророк посылался для проповеди к своему народу, и лишь миссия Мухаммеда обращена ко всем племенам и народам. Мусульмане считают, что учение предшествующих пророков было извращено их последователями, и поэтому только пророк Мухаммед является последним вестником истинной веры. Судный день. Согласно Корану, за концом света, последует судный день. Среди свидетельств его приближения называется исчезновение Каабы в Мекке, забвение Корана, появление Даджжаля, Антихриста, Второе пришествие Исы и т.д. Бог будет допрашивать людей, после чего все судимые либо низвергнутся в адский огонь, Джаханнам, либо отправятся в райские сады, Джаннат. Положение человека после смерти зависит от совокупности поступков, совершенных при жизни верующего. Мусульмане, неукоснительно соблюдающие все религиозные предписания, будут вечно блаженствовать в раю, а грешники и неверующие будут мучиться в аду. Рай в Коране представлен в виде чудесного места, где все в изобилии – прекрасная еда, чистая прохладная вода и всевозможные наслаждения. Телесные удовольствия венчаются духовными, высочайшим из которых является созерцание лика Божия. Грешников в аду ждут бесконечные пытки и муки от раскаленной смолы и огня. Пищей им служат плоды дерева заккум, а питьем – прожигающий внутренности кипяток. Заступничество пророков и праведников поможет освобождению или облегчению от адских мук. Грешные мусульмане после более или менее продолжительного пребывания в аду, по Божьей милости, перейдут в рай. Предопределение Вера в божественное предопределение с его добром и злом – один из основных догматов, согласно которому перед сотворением мира Бог заранее предопределил каждой вещи все, что с ней произойдет. Не существует ничего, что не зависело от воли Бога и ничто не может изменить ход развития событий, предначертанных им. Вера в предопределение не должна приводить истинно верующих к фатализму и «списыванию» всех своих деяний на Бога. Каждый мусульманин обладает свободной волей и ответствен за свою деятельность. Вера в бессмертие души предполагает существование особой субстанции – души, покидающей тело в момент смерти, и пребывающей до дня воскресения в определенном месте, которое носит название барзах. Согласно исламскому вероучению, неизбежно наступит «конец света», сроки наступления которого известны только Богу. После наступления конца света совершится воскрешение всех умерших для последнего справедливого Божьего суда. На суде Бог рассмотрит и по достоинству оценит все поступки каждого человека, после чего человек будет либо мучиться в аду, либо жить радостной жизнью в раю. В отличие от христианства, ислам считает, что каждый человек рождается безгрешным и на страшном суде он будет отвечать только за свои поступки. Доктрины. Право. Шариат, Сарабск, правильный путь, закон, обязательные предписания, комплекс закрепленных Кораном и Сунной правил, сведенных в единую систему и регулирующих жизнь верующих во всех сферах, религиозную деятельность, нравственные поступки, экономические, политические, социальные, бытовые, семейно-брачные и т.д. взаимоотношения мусульман. В мусульманских странах нормы шариата имеют статус религиозного законодательства. В отличие от нормативных постановлений других религий, шариат учитывает обстоятельства жизни конкретного человека, что не делает нормативность шариата абсолютной. Составной частью шариата является мусульманское право. Первоначально все действия мусульман разделялись на запретное «харам» и одобренное «халяль», но к моменту окончательного формирования шариата действия были разделены на пять категорий «хукам». Фарт, ваджаб – действия, выполнение которых считалось обязательным. Мустахаб, суннат – необязательные действия, выполнение которых считается желательными. Мубах – дозволенные действия, совершение которых не предписывается, но и не запрещается. Мокрух – действия, которые признаются нежелательным, танзих, или запретным, тахриме. Харам – строго запрещенные виды действия, как самостоятельная научная дисциплина складывалась теория и методология права, усуляль-фикх, в рамках которой формировалось учение о четырех «источниках» права, двух «материальных» источниках – Коране и Сунни, и двух «формальных» консенсусе и Джма, и суждении по аналогии – Кияс. Помимо этого к источникам шариатского права относят мнения сподвижников пророка, местные обычаи, урыв, адат, и т.д. Детально разработанные обрядовые и правовые запреты не дозволяют мусульманам употреблять в пищу свинину и мясо павших животных, алкогольные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства. Запрещены азартные игры, расточительство и расставщичество. Коран запрещает распространенные в доисламской Аравии обычаи заживо хоронить новорожденных девочек, ограничивает кровомщение, запрещает самоубийство и убийство людей не по праву. Экономика. В мусульманских странах существует налог от частной собственности – хумес, составляющий 20% дохода, налог во время поста – закят аль-фитр, и налог от иноверцев – джизия. Социальная доктрина. Социальная доктрина ислама пронизана эгалитаризмом, солидаризмом, активизмом и антиаскетизмом. Пророк Мухаммед говорил, «Лучший из вас, не тот, который ради небесного пренебрегает земным, и не тот, который поступает наоборот, лучший из вас тот, который берет от обоих». Следуя этой установке, мусульманская этика благословляет труд и богатство, отвергает безбрачие. В классическом исламе активистская ориентация нередко уживалась с догматом о божественном предопределении. Большинство мусульманских богословов призывало прилагать все усилия для реализации своих намерений, для изменения существующего положения вещей, уповая на содействие Бога, а что окажется неподвластным человеку, то и следует стоически принимать как предопределенное. Со временем божественный детерминизм, в религиозном сознании мусульман, воспринимался преимущественно в духе бездеятельного фатализма и квейтизма. Политика Классическая политическая теория ислама, сложившаяся в условиях халифата, отстаивает единство религии и государства. Политический идеал халифата не является безусловно теократическим, из-за чего некоторые исследователи если и допускают использование эпитета «теократия», то обязательно с уточнениями типа «исполнительная», «охранительная» и даже «светская» теократия. Многие современные мусульманские реформаторы полагают, что власть в исламе может быть только светской, так как ислам не знает «духовной», «священнической» власти. В строгом смысле теократическая, а точнее, иерократическая, идея свойственна шиитам. Течение и секты Первый религиозно-политический раскол в исламе возник во второй половине 7 века. Расхождение по вопросу о характере и преемственности власти в халифате привели к разделению мусульман на суннитов, шиитов, араб. Приверженцы, партия, и хариджитов, араб. Выступать. Сунниты признавали законность власти первых четырех праведных халифов, а шииты считали единственным законным главой мусульманской общины четвертого праведного халифа и первого шиитского имама Али, Ум. 661, а после его смерти, его потомков, алидов. Следствием этого раскола была гражданская война в арабском халифате. Начиная с 7 века в исламском богословии возникает интерес к таким теоретическим проблемам, как проблема веры, статуса человека, совершившего тяжкий грех, предопределение, соотношение божественной сущности и атрибутов, сотворенности, Корана и т.д. Расхождение по этим вопросам привели к возникновению ряда течений, среди которых выделяются сунниты, шииты, хариджиты, мурджииты и мутазелиты. В результате в исламе не было выработано официальной ортодоксии, а богословская полемика оставалась на протяжении многих веков неотъемлемой частью исламской религиозной жизни. Сформировавшийся более или менее стихийным образом некий баланс взглядов и интересов, одной из характерных черт которого является существование множества локальных, региональных и этнических интерпретаций ислама при сохранении общего духовного и цивилизационного единства мусульман. Сунниты. Сунизм является самым крупным направлением в исламе, около 85-90% мусульман. Он выступает как «мажоритарный» ислам, выражая мнение и обычай, теорию и практику большинства членов общины. Для сунизма характерна ориентация на «правильную» доктрину, являющуюся срединной между крайностями, а также конформизм, или прагматизм, установка на легитимизацию статус-кво, на узаконивание утвердившихся обрядов, верований и институтов. Суницкая теология, разработанная двумя школами Калама, Ашарицкой и Матуридицкой, также развивалась как «срединная». В 8-11 веках в сунизме возникли юридические школы, масхабы, ханафитский, малекитский, шафиитский и ханболитский масхаб. Несмотря на то, что по некоторым вопросам среди масхабов есть разночтение, все сунницкие масхабы считаются легитимными и равнозначными. Самым распространенным из масхабов, которого придерживаются около трети всех мусульман мира, является ханафизм, официально принятый в начале 16 века в Османской империи и ныне преобладающей среди мусульман бывшего СССР. Ханболизм представляет собой одновременно и богословскую школу, а его приверженцы, особенно ваххабиты, отличаются неприятием инакомыслия, буквализмом в понимании священных текстов, нетерпимостью ко всякого рода новшествам, крайней строгостью в соблюдении религиозных обрядов и норм. Шииты. Шииты и мамиты, двунадесятники, признают 12 имамов из числа прямых потомков Али ибн Абуталиба, последний из которых Мухаммад Аль-Махди таинственно исчез в конце IX века. Шииты верят, что перед страшным судом ивица Махди и установят на земле равенство и справедливость. Шииты, как и сунниты, признают святость Корана, а в Сунне признают собственные сборники хадисов. Кроме того, шииты имеют собственные «священные писания» Ахбар, включающие хадисы об имаме Али. Местами поклонения у шиитов кроме Мекки являются иракские города Ниджав и Кербела, а также иранские города Кумы и Мешхет. Наиболее влиятельными духовными лицами у шиитов считаются крупные муллы, мудштахиды, среди которых самые авторитетные удостаиваются звания Аэтала и Великие Аэтала. Шииты признают законными временный брак, мута, и практикуют благочестивое скрывание своей веры, таки. Шиитам разрешено совершать в одно время полуденную и послеполуденную молитву, а также вечернюю и ночную молитву. Сунниты объединяют молитвы только во время путешествий. Хариджиты. В настоящее время существует одна хариджитская община – Ибадиты. Остальные хариджитские общины – Аджрадиты, Азракиты, Маймуниты, Надждиты, Едиты и Дере – потеряли былую силу и в настоящее время практически не действуют. Суфизм. Суфизм представляет собой мистическое направление в исламе. Суфийское движение возникло еще при Амеедах, и первоначально принимало аскетические формы, выражавшие социальный протест против резкой дифференциации мусульманской общины, роскошной и праздной жизни господствующей верхушки. В VIII-IX веке суфизм вылился в течение, ориентирующийся на мистическое богопознание и противопоставляющие себя схолостицизму богословия, ритуализму и юридизму фикха. В последующие два века разрозненные суфийские общины и обители начали объединяться в дервижские ордены или братства, тарикат, которые имели собственные системы мистической практики, обрядов инициаций и инвеституры, внешних знаков отличия. Благодаря деятельности тарикатов суфизм с XIII века превратился в основную форму «народного» ислама. Согласно суфийскому учению, каждый человек способен добиться общения с Богом путем самоотречения, аскетизма и молитв под руководством духовного наставника. Суфизм состоит из четырех этапов. Шариат – неукоснительное исполнение исламских законов. Тарикат – период послушничества в роли ученика, стремление подчинить свою волю, воле учителя и Бога. Марифат – внеопытное знание, достигнутое иррациональным путем. Хакихат – постижение божественной истины, важным элементом суфийской практики является зикр, во время которого осуществляется многократное повторение молитвенных формул. Зикры бывают тихими, хафи, и громкими, джахр, в том числе с использованием музыки и барабанов. Богословие. В тесной связи с исламским правом развивались такие религиозные дисциплины, как коранистика, особенно экзегетика, и ходисоведение. Из потребности в более глубоком осмыслении богооткровенных данных родилась спекулятивная теология – Калам. Главными проблемами Калама стал вопрос о соотношении божественных атрибутов и божественной сущности, а также о предопределении и свободе воли. В результате ассимиляции античной философии, особенно аристотилизма, возник арабоязычный перипатетизм, крупнейшими представителями которого были Аль-Фараби, Ибн Сина, Авиценна, и Ибн Рушд, Аверос. Фикх. До первой половины восьмого века система общественных, в том числе юридических, норм мусульманского государства состояла преимущественно из норм, имевших доисламское происхождение и продолжавших действовать. Правовая система халифата первоначально восприняла те или иные элементы римско-византийского, сасанитского, талмудического, восточно-христианского права, отдельные местные обычаи завоеванных арабами территорий, многие из которых были позднее исламизированы и включены в фикх. В восьми, первой половине девятого века в фикхе юриспруденции складывались свой язык и методология, основными источниками правовых решений стали Коран и Сунна. Самостоятельным источником правовых решений было признано единогласное мнение мусульманской общины, Иджма. Был сделан вывод, что из Корана и Сунны Факихи должны извлечь ответы на любые практические вопросы, и постепенно сложились приемы такого извлечения, Алистинбад. Они были положены в основу Иджтихада. Были установлены условия формулирования новых норм по аналогии путем извлечения Рейшоля Джиз, Иллях, из уже известных решений, таким образом был признан еще один источник правовых решений – кияс. Признание кияса знаменовало собой появление особого направления фикха – усуляль-фикх. Примерно в X веке фикх-юриспруденция окончательно сложился в качестве самостоятельной религиозной дисциплины. В Ай-Экс-Экс веках образовались четыре основных суннитских масхаба – ханафитский, малекитский, шафиитский и ханболитский. В шиитском исламе в настоящее время действуют джафаритский, имамитский, зейдитский и исмаэлицкий масхабы. Учение каждого из масхабов изложено в произведениях, большинство из которых написано в раннее и классическое средневековье основателями масхаба, их ближайшими учениками и последователями. С середины IX века в сунизме постепенно стала утверждаться идея о том, что только крупные правоведы прошлого имели право на ичтихат. В середине X веке был достигнут молчаливый консенсус, который делал невозможным появление новых масхабов со своей системой способов формулирования правовых решений – фатва. Необходимость следовать учению определенного масхаба получила название токлит. С этого времени развитие фикха продолжалось в рамках признанных масхабов. Во второй половине XIX века в правовых системах наиболее развитых исламских стран фикх право уступил ведущее место законодательству, скопированному преимущественно с западноевропейских образцов. В результате фикх сохранил свои позиции главным образом в регулировании отношений личного статуса. Для развития фикха юриспруденции во второй половине XIX – начале XX века. Было характерно появление трудов в форме законопроектов, которые готовились по поручению властей, но не получили государственного признания. Несмотря на то, что начиная со второй половины XIX века общей тенденцией было неуклонное падение роли фикха, в странах с преобладающей частью мусульманского населения до сих пор продолжают применяться в той или иной степени отдельные отрасли, институты и нормы фикха. В современных условиях фикх юриспруденция сохранил свое значение формального источника права. В настоящее время Конституции многих исламских стран признают главным источником законодательства основополагающие нормы фикха. Поэтому при подготовке соответствующего законодательства широко используются классические труды по фикху. С середины XX века получили широкое распространение труды юристов современного профиля по отдельным отраслям и институтам фикха права. В современной литературе важное место занимают исследования, посвященные сравнительному изучению фикха в целом и его отдельных отраслей и современного законодательства и других правовых систем. Акида. Мусульманское вероубеждение, акида, представляет собой своеобразный фонд догматов, идей и представлений. Акида появилась в период активного сложения исламской догматика правовой системы, VIII век, непосредственным предшественником которой явились написанные в жанре «опровержение», «рад», сочинения. В отличие от опровержений, носивших откровенно полемический характер, акида представляла собой сжатый, четкий текст прокламативного характера, в котором изложены позиции догматической школы или отдельного автора в основных вопросах исламской догматики и права. Постулируемые в Акиде положения предваряются формулами «необходимо уверовать в «алиман би», мы убеждены, что «нат Акиду» и подобными им. Текст одной из первых Акиды восходит к группе сирийских богословов, Умайи ибн Усман, Ахмад ибн Халид ибн Муслим, Мухаммад ибн Абдуллах, которые в начале VIII века выступили от имени суннитов с кратким изложением концепции веры. В период сложения основных догматических школ ислама, IX-XI века, появились такие известные книги по Акиде, как «Альфик Халякбар» и «Китаб Альвасия», приписываемые имаму Абу Ханифи, Акида, Ат-Тахави, а также ряд Акид принадлежавших Перу виднейших представителям мутазилизма. В середине IX века с серии Акид выступили багдадские традиционалисты, наиболее известными из которых являются шесть Акид Ахмада ибн Ханбала. В X-XI века создаются первые шарицкие Акиды, Акида Аля Шири, антитрадиционалистская, Аля Акида Ан-Низамия, Аль Джувани, Малекитская, Ар-Рисаля, Ибн Абу Зейда Аль Кайрувани. С IX века в Акиды начали вводиться системы доказательств основных положений, которые включали особые «доксографические» части. Развитие исламской догматики и права в X века привело к появлению сводов, получивших мусульманской традиции название «Акида» или «Этикат». Эти своды включали изложение и обоснование главных догматических представлений, правовых, этических, ритуальных норм и правил. Наиболее значительные работы такого рода принадлежат Аля Шари, X век, Ибн Батти, X век, Аль Газали, XI век, Аш-Шахрастани, XII век, Аль Джулани, XII век, Анна Софи, XIV век, Ибн Тэмии, XIV век, и другим авторам. Несмотря на появление развернутых сводов, простая и доступная краткая Акида по-прежнему оставалась одной из главных форм публичного «провозглашения» основ веры. В XI веке она избирается для объявления «правоверия» от имени верховной власти, кадиритский символ веры. Тафсир. Сочинения, связанные с наукой о понимании и толковании Корана, или Маль-Куран-Ватте-Тафсир, сыграли важнейшую роль в становлении исламской религиозной доктрины и отразили основные этапы идеологической и политической борьбы в рабо-мусульманском обществе. Согласно исламской доктрине, наилучшим знанием Корана обладал пророк Мухаммед, который разъяснял смысл описания своим сподвижникам. Сподвижники пророка хранили в памяти обстоятельства произнесения многих аятов, причины полемики пророка со своими оппонентами. Это наиболее древний пласт, который в той или иной форме вошел в большую часть Тафсира, отразившую действительную историю возникновения Корана. После смерти пророка Мухаммеда задачу толкования Корана решали его сподвижники. Среди сподвижников особым авторитетом в толковании пользовались Эли ибн Абу Талиб, ибн Абас, ибн Масуд, Уба и ибн Каб. Часть сподвижников толковала Коран только на основании слов пророка. Другая часть, Умар ибн Аль-Хаттаб, ибн Абас и Дере, наряду с этим приводила в доказательство своей правоты примеры из арабского языка и традиционной арабской поэзии. Первоначально Тафсир в основном бытовал в устной форме. Имамы мечетей часто комментировали отдельные аяты и суры после пятничной проповеди. Странствующие сказители и проповедники «Куссас» обогащали толкование параллельным материалом, восходящим к иуде-христианской культурной среде, «Исраилет». Развитие Тафсира связано со сложением сунны пророка Мухаммеда. Во второй половине восьмого века появились сборники хадисов, связанные с толкованием коранического текста, воплотившие принцип «Сунна разъясняет Коран», а с «Сунна Туфасируэл» мягкий знак Куран. Позднее появились специальные разделы в общих сборниках хадисов, например, в Сахихи, Аль-Бухари. Начиная с десятого века, толкование Корана стало самостоятельной наукой и уже не рассматривалось в качестве части хадисоведения. В условиях запрета перевода Корана на другие языки комментарии, сопровождающие текст священного писания, сыграли важную роль в ознакомлении с Кораном мусульман, незнакомых с арабским языком. По мере развития науки Тафсира, в мусульманском мире стали развиваться три основными школы Тафсира – Мекканская школа, основанная Ибн Абасом, Ум-687, Куфийская школа, основанная Ибн Масудом, Ум-682, Мединская школа, основанная Убайям и Бнкабом, Ум-643. Помимо представителей этих школ, в других областях халифата также были известные толкователи Корана, например, Даххак Аль-Харасани, Ум-723, Ата Аль-Хузали, Ум-744, Ата Аль-Харасани, Ум-757, и другие. Хадисоведение. Сунна является вторым источником веры после Корана. Она изложена в рассказах о поступках и изречениях пророка Мухаммеда. Первые сборники хадисов начали собираться в еще в I веке хиджры, VII век. В различных течениях ислама авторитетными признаются свои сборники хадисов. Так, сунниты в качестве наиболее достоверных сборников хадисов считают сборники, составленные Аль-Бухари, 810-870, Муслимам, 821-875, Ибн-Маджей, 824-887, Абу-Даудам, 817-889, Ат-Термизи, 824-892, Иоанн-Насаи, 829-915. Шииты считают авторитетными лишь хадисы, переданные потомками пророка Мухаммеда, Алидами, и некоторыми сподвижниками, Аммаром Ибн-Ясиром, Салманом Аль-Фариси, Абу-Заромой-Дере. Каноническими сборниками хадисов у шиитов признаны труды Аль-Кулайни, 864-941, Ибн-Бабавайха Ас-Садука, 923-991, и два сборника Мухаммада Ат-Туси, 966-1067. На основе хадисов были составлены различные жизнеописания пророка Мухаммеда, Сира. Калам. Спекулятивная дисциплина, которая дает основанное на разуме толкование исламских догматов, называется каламом, или маль-калам. Обращение к разуму как к высшей инстанции при решении тех или иных вопросов объединяла калам с фальсафа. Различие же между поборниками калама, мутокаллимами, и фальсафа усматривалось в том, что первые за отправную точку своих рассуждений отталкивались от проблематики, специфической для этой религии, а вторые, исходили из античных моделей философствования. Сами, философы, фалосифа, видели главное отличие своей науки от калама в методах рассуждения, в фальсафа используются аподектические рассуждения, а в каламе – диалектические, в аристотелевском смысле этого термина. При ведении и полемике мутокаллимой чаще всего прибегали к выведению из тезисов, принимаемых оппонентом, нежелательных для него либо абсурдных заключений, Ильзам. Калам возник и развивался первоначально в ходе дискуссий с различными религиозно-политических группировками – хариджиты, кадариты, джабариты, мурджииты, а также диспутов с представителями других религий – зороастризм, христианство. В этих спорах вырабатывался присущий каламу метод рассуждения, основанный на символико-олегорическом толковании – тавиль, Корана и исключающий при аргументации тех или иных тезисов ссылки на религиозных авторитетов – токлит. Основная проблематика калама – ядро калама – это качества, необходимые для руководителя мусульман, халифа, имама. Ответственность человека за свои деяния – свобода воли и предопределения. Квалификация человека как просто мусульманина, муслим – как истинно верующего, мумин – как неверующего и как человека, совершившего тяжкий грех – сахип аль-кабира. Единство Бога – таухид, и соотношение его сущностей и атрибутов. Сотворенность или несотворенность Корана во времени – к тонкостям калама, дакик аль-калам, латиф аль-калам – относились темы натурфилософского характера, движения и покой, субстанции и акциденции, атомы и пустота. Культура В арабском халифате сложилась мировая культура, ассимилировавшая различные культурные традиции, включая философско-научное наследие античности. Наибольшего развития арабо-мусульманская культура достигла в 9-12 веках. Этот период принято называть «золотым веком» – ислама. После падения аббасидского халифата под натиском монголов в 1258 году прежде единое исламское культурное пространство постепенно распалось на множество относительно самостоятельных ареалов – арабский, турецкий, иранский, индийский и дыре. Искусство Исламское художественное творчество направлено главным образом на обслуживание исламского культа и обрядов. Оно сложилось и развивалось в процессе формирования религиозного сознания мусульман, испытав влияние художественного наследия предшествующих и сопредельных цивилизаций. Исламское искусство характеризуется типологической общностью и единством идеологических установок и эстетических принципов, выработанных на основе монотеизма. Коран порицает идолопоклонство, однако произведения исламского искусства опровергают мнение о том, что ислам запрещает любые изображения живых существ, и свидетельствуют о развитии в исламских странах в различные эпохи отдельных видов изобразительного искусства. Тема запрета изображений животных и людей была предметом многовековых споров в кругах исламских богословов. Осуждение изображений со стороны одних богословов, например Аль-Бухари, вызывало возражения у таких богословов, как Ат-Табари и Абуэл-Мягкий знак Фариси, разъяснявших, что запрет касается не изображений как таковых, а их использование в качестве объектов поклонения. Для мусульманского художника природа служит неисерпаемым источником вдохновения как превосходное творение Бога. Отрицание представления Бога в зрительном образе и самой идеи внешнего сходства Бога с человеком или иным существом исключило изобразительное искусство из сферы пропаганды религиозных идей и из религиозной жизни мусульман. Убеждения о невозможности представить Бога в каком-либо конкретном образе, не постигают его взоры. Коран, 6,103, имеет много общего с ветхозаветной идеей запрета, делать себе кумиров, изображающих что-либо, в то. 4 часа 23 минуты. Художник-мусульманин обязан соблюдать религиозную этику, благодаря которой достигается совершенная красота, аль-Джамаль алякмаль. Другим немаловажным критерием эстетического совершенства произведения исламского искусства является его целесообразность, красиво то, что приносит пользу. Эстетическое понятие танзим, араб, устройство, организованность, которое характеризует идеальную упорядоченность всех элементов произведения, пространство, должно иллюстрировать превосходно устроенный творцом мировой порядок. Сакрализация слова привела к религиозно-художественному осмыслению письменности. Степень овладения, наукой письма, каллиграфией, стала критерием образованности, интеллектуальности и духовной красоты личности. Органично дополняющие друг друга или существующие неразрывно, каллиграфия и орнамент стали инструментами выражения исламского понимания красоты и основами пластичного творчества мусульман. В основе традиционной исламской эстетической концепции лежит отношение к искусству как к форме практического знания. Средневековые исламские философы-рационалисты, Аль-Кинди, Аль-Фараби и Дере, считали, что пространственные искусства, как и науки, начинаются с арифметики и геометрии, которые открывают дорогу к поискам гармонии и совершенных пропорций. Присущие мусульманскому видению двухмерная трактовка форм исключила из арсенала художника приема в передаче третьего измерения, перспективы, святотени. Линейное, двухмерное, вневременное восприятие пространства отвечает и исламской религиозной концепции, которая устанавливает через священную ориентацию, кибла, прямую линию связи, человек, бог. Этика и ритуал. Нравственные учения Корана родственные библейскому. Добродетель, ихсан, считается неотъемлемой составляющей религии, дин, наряду с верой, иман, и признанием воли Божьей, ислам. Исламская семейная этика не приемлет безбрачия, возводя брак в религиозную обязанность. Коран разрешает мужчине иметь до четырех жен, если он будет, одинаково справедлив к ним. Многоженство встречается редко, а в ряде исламских стран ограничено законом. Исламский брак – это договор, а не религиозное таинство. Заключение брака обычно совершается в присутствии духовных лиц. Обряды, связанные с рождением и смертью, различаются в зависимости от региона и эпохи, однако имеют общие черты. В течение нескольких дней после рождения новорожденному дают имя, ему остригают волосы, раздают за него милостыню и приносят жертву. Над мальчиком, до достижения им совершеннолетия, совершают обряд обрезания. Этот обряд происходит из аравийского до исламского обычая и выполняет роль инициации в исламском обществе. Похороны происходят, как правило, в день кончины усопшего. Тело умершего обмывают и заворачивают в саван. Над ним читают погребальную молитву. Тело опускают в могилу без гроба и укладывают лицом по направлению к Каабе. Святые места. Главные и общие для всех мусульман святыни сосредоточены в Мекке, Саудовской Аравии. Это прежде всего Кааба в центре заповедной мечети, Аль-Мазджит Аль-Харам, служащая духовным и культовым центром мусульман. Миллионы людей ежегодно совершают к ней паломничество. Первым строителем Каабы считается пророк Ибрахим, по другой версии – Адам. Второй по значению святыней является Медина, в которой находится мечеть пророка, Мазджита Ан-Набави, с его усыпальницей. Третьей по святости остается мечеть Алякса в Иерусалиме, построенная на месте Иерусалимского храма, в сторону которого мусульмане вместе с пророком Мухаммедом некоторое время обращали свои молитвы. По преданию, именно отсюда пророкам было совершено чудесное вознесение на небеса – Мирадж. С Иерусалимом мусульманское предание связывает жития пророков, от Дауда и Сулеймана до Яхи и Исы. Имеется ряд второстепенных святилищ. Например, паломники посещают мечеть с гробницами Ибрахима, Исхака, Якуба и их жен в Хевроне, Араб. Эль-Халиль. Шииты особо почитают города с гробницами своих имамов-мучеников, Эн-Наджаф и Кербелу, в Ираке, Мишхет и Кум, в Иране, и Дере. Для широких масс святынями служат усыпальницы древних пророков, видных богословов и праведников. Календарь и праздники. Мусульманское летоисчисление ведется с года переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину, 16 июля 622 года. Календарь введен праведным халифом Умаром в 639 году. Мусульманский календарь является лунным и состоит из 12 месяцев, Мухаррам, Сафар, Раби Алявваль, Раби Ассани, Джумада Алюля, Джумада Ассани, Раджаб, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зуэл Мягкий знак Када и Зуэл Мягкий знак Хиджа. Самым благословенным месяцем года считается девятый месяц поста Рамадан. Месяцы Зуэл Мягкий знак Када, Зуэл Мягкий знак Хиджа, Мухаррам и Раджаб относятся к запретным. Лунный месяц состоит из 29 или 30 дней. По этой причине мусульманский календарь ежегодно смещается относительно Григорианского на 10-11 дней. Новый год начинается с первого числа месяца Мухаррам. Новые сутки начинаются с захода солнца. В исламе существуют два узаконенных праздника. Ураза Байрам, Араб. Идеальфитр, праздник разговления по окончании месяца Рамадан. Курбан Байрам, Араб. Идеальатха, праздник жертвоприношения во время хаджа. В этот день каждый мусульманин по возможности должен принести в жертву козу, овцу и тому подобное. Помимо этого, мусульмане празднуют день рождения пророка Мухаммеда, 12 раби Алявваль, путешествие в Иерусалим и вознесение пророка, 27 раджаб, ночь прощения, ля-эляталь-бараа, в середине месяца Шабан, ночь предопределения, 27 рамадан. В день Ашура, 10 мухаррам, шииты отмечают траур по имаму Хусейну, Шахси и Вахси. Ашура сопровождается театрализованными шествиями, песнопениями, проповедями и самоистязаниями. Шииты также отмечают праздник пруда, Идеальгадир, в память о дне, когда пророк, как они полагают, назначил Али своим преемником около пруда хумам. Каждую пятницу мусульмане собираются в мечетях для совершения обязательной коллективной молитвы, Джума-Намас. Этот день в мусульманских странах является выходным. Распространение. Регион традиционного распространения ислама охватывает Ближний и Средний Восток, Северную Африку, Центральную Азию, Северный Кавказ и часть Закавказья, Центральную Россию, Поволжье и Приуралье. За пределами региона традиционного распространения крупные мусульманские общины имеются в странах Западной и Южной Европы, Северной Америки, Тропической и Южной Африки. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 29 странах – влиятельные меньшинства. В 28 странах, среди которых Египет, Кувейт, Иран, Ирак, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и ДРЭ, ислам признан государственной или официальной религией. Подавляющее большинство мусульман проживают в Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке. Более трети мусульман-суннитов являются приверженцами ханифитской юридической школы. Они проживают в Южной и Средней Азии, Китае, Турции и других странах. Маликиты преобладают в странах Магриба и в Судане. Шафиитская школа получила распространение в Сирии, Индонезии и частично в Пакистане. Влияние ханбалитского масхаба распространяется на население Аравийского полуострова. В шиизме распространен джафаритский масхаб. В настоящее время приверженцы шиизма живут в основном в Иране, Ираке, Ливане, Йемене, Бахрейне и Азербайджане. Небольшие группы шиитов есть в Афганистане, Пакистане, Индии, Сирии и Таджикистане. Роль ислама в жизни восточных народов В современных мусульманских странах ислам играет большую роль в жизни верующих. По сути он является идеологией не только религиозной, но и светской жизни, определяя ценности и характер гражданского поведения людей. Этим объясняется широкое распространение и усиление влияния мусульманской религии на все сферы жизни исламских странах. Резкое усиление роли ислама в жизни восточных народов западные специалисты объясняют следующими причинами. Молодость, возникнув значительно позже других религиозных систем, ислам не исчерпал своих возможностей и находится в расцвете своих сил. Он играет активную роль в современном мире. Жизненность и гибкость. По мнению некоторых западных ученых, жизнеспособность ислама проявляется в том, что, несмотря на длительный период колонизации восточных стран, он выстоял и не сдал своих позиций. Гибкость ислама объясняется отсутствием централизованной организации духовенства, которая мешает оперативному и своевременному решению назревших проблем. Тотальность. Под тотальностью понимается широкий охват исламом всех сфер жизнедеятельности верующих. Мусульманская религия является не только верой, но и экономическим и социальным устройством, управлением, бытом и семьей. Ислам выступает как образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и поведение людей. Простота и доступность. Простота ислама проявляется в его несложных догматах и культе, а также в учете местных условий. Фанатизм и воинственный характер. По мнению западных исламоведов, воинственный характер ислама и его стремление к мировому господству объясняет борьбу восточных народов против колониализма. Идея – завершение пророчества. Идея о том, что пророк Мухаммед был последним посланником Бога на земле и принес человечеству окончательную истину, свидетельствует об особом положении ислама сравнительно с другими религиями и исключительностью мусульман как избранного народа. Аутентичность. По мнению западных специалистов, аутентичность ислама – это полное выражение мусульманской религии в личности мусульманина. Критика. На протяжении истории ислам критикуется как со стороны представителей других религий – язычества, христианства, иудаизм, так и атеистами и агностиками. Предметом критики могут быть исламское вероучение, правовые положения, традиции мусульманских народов и т.д. Ответ со стороны мусульман на такую критику называется исламской апологетикой – дефаия. Реформация. В середине XIX века в исламском мире начался процесс, который многие исследователи назвали «мусульманской реформацией». Она касалась различных аспектов мирской жизни и почти не затрагивала собственно богословских вопросов. Обретение независимости исламскими странами поставило перед ними выбор путей социально-экономического и политического развития. В исламском мире появились многочисленные концепции так называемого «третьего пути», единственно приемлемого для мусульманских стран. Созданные на его основе концепции «исламского государства», «исламской экономики», «исламского социализма», и т.д. представляют собой модернизацию политических и социально-экономических доктрин классического ислама, учитывающих специфику конкретных стран. Мусульмане всех стран составляют единую общность – умму. Независимо от страны проживания они тянутся друг к другу как братья по вере. Отсюда различные панисламистские концепции, которые пропагандируют объединение всех мусульман мира в единое государство – халифат. В конце 70-х годов получила распространение концепция «исламского государства», которая предполагает практическую реализацию государственно-правовых норм шариата. Концепция «исламской экономики» подразумевает осуществление зафиксированных в Коране принципов социальной справедливости – обеспечение защиты интересов собственников и государства в целом. Теоретики «исламской экономики» считают, что установлению социальной справедливости способствуют такие исламские нормы, как обязательная милостыня, добровольная милостыня, запрещение ростовщичества и осуждение чрезмерного накопительства. Эти идеи воплотились в создании исламских банков и страховых компаний, в программах образования «общеисламского рынка» и «исламской валютной зоны». В 50-х-70-х годах активно разрабатывалась концепция «исламского социализма», являвшаяся компонентом политических движений и различной социальной направленности. Она предполагает синтез традиционных исламских постулатов и демократических принципов Запада. Концепция «исламской солидарности» осуществляет идеи межгосударственного единства на религиозной основе. Она обрела свое практическое воплощение в деятельности мусульманских международных организаций, первая из которых, Всемирный исламский конгресс, возникла в 1926 году. Самой влиятельной из мусульманских международных организаций является созданная в 1969 году городе Организация исламского сотрудничества, Организация исламской конференции и объединяющая 43 государства. Одной из характерных черт современного ислама является модернизм. В различных сферах ислама происходит «очищение» от различного рода архаичных элементов, чрезмерных ограничений и излишних запретов. Модернисты выступают за эволюцию ислама путем его реформ, переосмысления Корана и Сунны, предписаний шариата и фикха. Они утверждают, что научные достижения представляют собой проявление мудрости Бога и подтверждают истинность Корана. Исламские традиционалисты, ортодоксы, упорно отстаивают неприкосновенность всех взглядов, обрядов и догм в их первозданном виде. В современном исламе наблюдается тенденция фундаментализма, возрожденчества, провозглашающего в качестве цели восстановления в современной жизни мусульман-институтов и норм раннего ислама. Фундаменталисты предлагают восстановить ислам в первозданной чистоте, и очистить его от позднейших наслоений. Идейные истоки фундаменталистского учения следует искать в ваххабизме, который признает авторитет исключительно Корана и Сунны. Ваххабиты непримиримо относятся к отступлению от принципов единобожия, идолопоклонству и почитанию могил святых и т.д. Они объявили серьезным нарушением паломничества к святым местам, в том числе к могиле пророка, а также запретили взывать о помощи истегаса, и просить заступничества у кого-либо, кроме Бога.